добрый день уважаемые друзья с вами снова врач-психотерапевт гужагин виктор владимирович я ваш доктор вольный или невольно многие участвуют со мной в этих эфирах уже много времени с кем-то мы знакомы лично с кем не знакомы я представлюсь работаю в области психотерапии в частности я практикую эриксоновский гипноз уже более 30 лет и вот это мой профессиональный интерес и помощь людям которые выдвигают свою какую-то проблему обращаясь на очные или на сеанс скажем по skype или по ватсап сейчас наши современные средства связи позволяют нам сделать невозможное казалось бы нас сейчас разделяет с вами 10 тысяч километров и тем не менее мы общаемся с вами напрямую я как вы видите нахожусь в таком субтропическом климате или тропическом пальмы зелень травка газончик в общем вот все растет если даже ты палочку какую-нибудь от дерева воткнул землю она моментально вырастает потому что ну такие благоприятные условия для растительности солнце дождь может пойти в любую минуту и сейчас я смотрю немножко хмурится если пойдет дождь я думаю вас это не огорчит может только слегка меня хотя сейчас очень жарко и дождь точно не помешает и так уважаемые друзья врач психотерапевт из майами это юг флориды сша но это не знаю что я здесь живу всегда я здесь провожу такие экспедиции для того чтобы владеть новыми технологиями новыми методами помощи нашим людям нашим пациентам и и я думаю что смена такая вот радикальная от северного региона где я в основном практикую это урал и восточная сибирь до южного такого региона позволяет очень активизировать мыслительный процесс создать определенные представления о том что хорошо что не очень хорошо что работает отлично что не работает в области психотерапии ну и плюс новые знания сегодня мы с вами поговорим об одном вопросе который вы уважаемые друзья предложили для обсуждения каждый раз мы адресуемся к вам о чем вы хотели бы поговорить с врачом психотерапевтом ваше мнение безусловно является решающим то есть то что вы думаете по каждому из вопросов является решающим подчеркиваю никто не может жизни вам навязать чужую волю это все абсолютно бесперспективно это глупо и неэффективно вообще я глубоко убежден что люди на уровне убеждений не меняются может быть только на уровне каких-то привычек на уровне каких-то привязанностей но если у человека есть какие-то уже базовые убеждения это крайне сложно человека вот так вот сдвинуть с его точки зрения я не ставлю никогда задачу как-то базово повлиять на ваше мировоззрение на ваше представление о жизни но есть такие штуки которые можно было бы поменять это ваше отношение к каким-то вещам это отношение к себе к окружающим людям вот здесь мы достаточно пластичные если мы видим что нам это выгодно что нам это помогает жить и выжить то мы можем действительно реально что-то изменить свои жизни вот об этом сегодня мы будем с вами говорить уважаемые друзья то есть я не буду так очень уж глубоко проникать вашу суть в вашу сущность потому что я и все окружающие люди не могут протягивать какие-то шаловливые ручонки в вашу психику в ваше я вашу самость потому что это взращено с самого-самого детства с самого рождения общество ваша семья ваши друзья ваши коллеги ваши сестры и братья ваша мама и папа бабушка и дедушка они заложили фундамент того чем вы сейчас являетесь и какой я имею моральное право что-то менять в вашей судьбе если только вы сами этого не пожелаете а почему в судьбе потому что те установки которые заложены нам с детства которые работают которые определяют курс нашего корабля жизни они в общем то вот практически неизменно как я говорил в начале и мы есть то что из нас уже сделали изначально невольные как бы объекты даже не субъекта объекты мы мало что решаем потому что у нас голова уже все какому-то определенному возрасту скажем к 30 35 годам уже запрограммировано все там там такая каменная глыба она не меняется ни при каких обстоятельствах дуновение ветерка совершенно не колышет нашу глыбу какие дуновения ветерка ну вот я сейчас дую немножко это мое дуновение ветерка человека который со стороны какие-то суждения выдвигает какие-то знакомые уже взрослой жизни какие-то суждения окружающего мира они уже практически не в состоянии сдвинуть эту глыбу эту пирамиду хеопса которая есть в вашей голове это структура вашего понимания мира а практически уже не сдвижимо все как говорится памятник воздвиг себе нерукотворным но тем не менее может быть в каких-то вещах вы могли бы подвинуться как говорится если это мешает вам жить чувствовать себя хорошо комфортно легко быть в ладу с самими собой окружающим мир итак вопрос который мы сегодня будем обсуждать это вопрос который подсказали мне мои слушатели мои зрители и он звучит так как быть если потерял способность выражать свои мысли и чувства вот просто потерял что значит потерял не потому что что-то с головой случилось что какие-то неврологические проблемы у человека что у него там какой-то инсульт или органическое нарушение головного мозга или еще там какие-то органические причины не в силу этих причин а в силу того что ну вот потерял я бы так сказал интерес высказывать свои мысли свои чувства тут возникает вопрос кому высказывать но это вот не важно это может быть ближний круг или внешний круг это мог быть люди незнакомые которых ты еще не знаешь или есть люди которые в своем ближнем круге ну муж жена супруги дети взрослые родители сестры братья какие-то коллеги по работе с которыми вы в доверительных отношениях это такой близкий круг а есть еще и дальний круг как я сказал это люди вообще незнакомые но есть что-то что блокирует вашу способность выражать свои мысли и чувства так как вы хотели бы их выражать а как вы хотели бы искренне искренне от души говорить делать думать то что вы считаете что есть на самом деле по вашему правды но в силу определенных причин о которых мы сейчас поговорим у вас стоит блок и вы говорите не то что вы думаете думаете не то что говорите а делайте вообще третье и вот такие люди их называют двуличными или их называют лицемерами или их называют лжецами ну в общем по всякому их называют богат русский язык в общем они неправдивы с ними тоже перестает интерес общаться и в общем они оказываются в глубоком одиночестве люди ведь тоже чувствуют что с ними общаются не искренне и теряет интерес к этим людям но если внешний мир нам особо так не важен то близкий круг он очень важно каждый день мы встречаемся с самыми важными для себя людьми это люди которые являются смыслом нашей жизни как можно не общаться скажем супругом или супругой все равно если вы в браке или даже не в браке в отношениях хотя я не знаю что такое отношения глупость какая-то но вот тем не менее если вы постоянно угощаете друг друга как в одном из афоризмов было сказано каждый день мы угощаем друг друга затхлым испорченным заплесневелым сыром то есть собою где-то я такой вот фаризм прочитал но вот это вот не искренность это и есть затхлый испорченный заветхлый сыр вонючий вот мы этим сыром друг друга кормим когда мы не можем искренне говорить друг с другом и вот жизнь таких людей находящихся в близком соприкосновению друг с другом она выглядит на что-то совершенно непонятное неясное не настоящее искусственное и готовая к смерти ближайший если вдруг распадается пара и все вокруг не понимают как так такие люди прекрасные ну значит вы какие-то слепошары значит вы не заметили на каком-то этапе что они просто играли роль прекрасной пары они играли видимость отношений они самих отношений как таковы вот сейчас где-то гремит гром я думаю что сейчас пойдет ливень это прекрасная метафора как посреди полного благополучия и в жизни на нашей сегодняшней картинке разразился гром и пошел ливень возможно вы будете свидетелями сейчас вот этого ливня как метафоры которая предвосхищает разрыв каких-то близких отношений и так пока не грянул гром пока не пошел ливень уважаемые друзья давайте поговорим о том что же происходит когда теряется способность выражать свои мысли и чувства нормальным языком и сообщать об этом близким вам дорогим людям ну я уж не говорю о ком-то внешнем мире когда появляется лицемерие или появляется не искренность или появляется там просто к это неправдивость я думаю что в основе вот этой неспособности говорить открыто честно две вещи лежат первое это разочарование и второе это обида вот эти две штуки разочарование и обида является причиной того что вы не способны говорить открыто выражать свои чувства выражать свои мысли открытым доступным языком есть еще третья штука которую мы можем но в таких уже в крайних формах обозначить как причину отсутствие желания способности говорить открыто свои мысли и чувства выражать это страх и так обида разочарование страх это триада о которой мы сейчас будем коротко говорить блокирует способность человека выражать свои мысли чувства открыто без обедников со стороны чтобы рассчитывать что не обижались на тебя люди и не было никаких последствий открыто выражать свои мысли чувства настроения если мы говорим о разочаровании разорочарование возникает конечно не на пустом месте если вы несколько раз говорили человеку одно и то же одно и то же ну жены как правило они медленно и верно пилят человека как бревно но не чеков мужа имеется ввиду а он стоит на своем или забывает или не придает этому значение не воспринимает ничего вот что вы хотите он не делает то есть он не участвует в том чего вы от него ожидаете и у вас естественно возникает разочарование оно абсолютно естественное понятное и вы думаете а зачем в следующий раз я буду городить огород почему я должна стучаться в закрытую дверь и к сожалению в таких ситуациях возникает такое стойкое разочарование которое буквально человека может часы уберу немножко в сторонку потому что пошел дождь который я вам и обещал это флорида и это хорошо для меня потому что я хоть немножко охлыну от этой жары но вот это и есть метафора то есть разражается разрешается все вот этим дождем какой-то такой разочарованностью идет дождь который смывает симпатию эмпатию к человеку и возникает разочарование и когда возникает разочарование это мина которая заложена такого долговременного может быть действия или короткого действия мина обязательно взорвется если возникло разочарование вами как человеком все пиши пропало вообще считается что женщину обижать нельзя женщина она знаете как вот змея и и затронешь она извернется увернется в первую минуту от вас может даже как-то отойдет а потом так ужалит что мало не покажется вы не обижаете что я сравниваю именно со змеей как с каким-то может быть там присмыкающимся годливого кота плана нет не в этом плане я имею ввиду способность некоторых существ может быть отступить не сразу но расплата наступит только в этом плане я очень уважительно отношусь к женщинам потому что это все что у нас есть в этой жизни женщина они и обладает единственной способностью мужчины не обладают дарить жизнь они подобно богу они рождают жизнь саму детей внуков поэтому у меня здесь нет никаких проблем я уважительно отношусь женщин но я имею ввиду сейчас что мужчина как более сильный самец он может подумать о значит там я сейчас буду доминировать ничего подобного ты может быть в эту секунду будешь доминировать но то разочарование которое может получить женщина одномоментно она потом тебе очень сильно такой равноценной монеты отплатит и поэтому если вы чувствуете что есть элементы разочарования не надо культивировать это чувство это я уже оппонентом говорю допустим мужчинам вы пожалуйста не делайте так чтобы этот гнойник нарастал 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 разбухал чтобы там желтый сливкообразный гной в этом пузыре вы же меня простите я доктор врач видел все это своими глазами как гнойники нарастают и вот эта метафора я вам рассказываю что может быть некоторые вот выращивают этот гнойник он уже такой сливкообразный вонючий такой абсцесс наступает уже вот-вот истончается корочка эпители и брызнет гной взорвется этот гнойный пузырь а если этот гнойник к сожалению прорастает в какой-то сосуд не дай бог там артериальный сосуд или венозный но это сепсис и молниеносная смерть это как вот иногда где-нибудь на лице молодые люди девочки-то мальчики я уж не говорю там начинает выдавливать прыщик просто прыщ выдавил все гной пошел в мозг сепсис моментальная смерть также и здесь уважаемые друзья не надо выращивать гнойный пузырь разочарование не допускайте у своего близкого человека если возникает даже намек на то что огорчен человек вами не чувствует он адекватного вашего отношения пожалуйста поговорите с человеком открыто выясните сразу на берегу что я делаю не так что со мной не так что я могу сделать чтобы как-то загладить всю эту ситуацию и уладить все поймите этот вроде бы унизительный для второй стороны диалог обойдется вам гораздо дешевле нежели этот гнойный пузырь уже назреет и вы потом получите в лицо вот этот гной сливкообразный который лопнет мало не покажется захлебнетесь в этом гное того разочарования которое возникло вас вторая штука которая немалого жена это обида обида которая возникает на человека на группу людей она конечно тоже блокирует способность человека открыто выражать свои мысли и чувства и человек вроде бы находится среди других людей но только играет роль реального отношения к этой группе и к людям иногда обида так сильно что люди вообще перестают даже общаться и вот это обида она но с такой вот скажем человеческой обывательской точки зрения является этим термином обиды а на самом деле с точки зрения меня как психиатра врача психотерапевта обида есть депрессия эта депрессия может быть как явная так и маскированная то есть она не явная она может скрываться человеком но это явное депрессивное состояние и обратите внимание у человека который обижаются есть все признаки депрессивного состояния это и такое определенного характера маскированное лицо то есть оно такое не настоящее а как маска вы вроде разговариваетесь человеком а он не выглядит как живой человек это как венецианская маска и вот этот термин маскированное лицо психиатрам очень хорошо известно человек заходит в кабинет а мы уже видим диагностируем это маскированное лицо маскообразное лицо которое мы как верный признак депрессии или обиды если хотите диагностируем и понимаем что с человеком опытный врач психотерапевт он всегда еще только пациент заходит в кабинет дверь еще только открывается он уже сканирует с головы до ног человека как он выглядит что с его лицом как он входит в кабинет крадется он пинком открывает дверь как он шагает он ползет или или бежит или верный верный поступью идет что с его жестами что с его мимикой что с его речью вот этот весь комплекс каких-то знаний которые нарабатываются уже во время практики он позволяет уже сделать предварительный диагноз еще только глядя на человека который заходит в дверь и мы называем это по имени немецких наших коллег аугенблик диагностик то есть диагностика по глазам и что происходит с глазами вот глаза они как будто мертвые у обиженного человека они пустые и ничего не рефлексирует обида это обида но все вы видели маленьких детей которые очень очень обижены вот если хотите узнать что такое обида пожалуйста посмотрите на деток у которых там отобрали игрушку как они куксятся как они губки бантиком делают как они немножко смотрят куда-то в сторону но в общем все видели маленьких обиженных детей с возрастом мы конечно эти свои реакции обиды немножко совершенствуем и люди даже могут и не понять что мы обижены мы же становимся более цивилизованными мы учимся лгать учимся говорить неправду и вот многие очень искусно скрывать свою обиду но опять-таки говорю вам совершенно четким образом обида как небезопасно для того кто ее несет для носителя обиды и для причинителя обиды потому что обиженный человек он знаете очень 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 опасен все равно где-то вам это прилетит обратно обида это очень тяжелое чувство оно очень тяжело воспринимается здравомыслящими людьми это боль тяжелейшая мучительное и люди могут конечно длительно находиться в этом состоянии обиды но возникает искушение отомстить своему обидчику и знаете все детективные романы написаны на эту тему ранние обида детства или там в школе там как-то вели нехорошо с человеком себя их сверстники выливается во взрослом состоянии прямо в целый план наказание обидчика или обиженная допустим супруга или супруг тоже вынашивают план наказание обидчика в общем почитайте все детективы только на эту тему и написаны ну и классическим примером является конечно произведение дюма граф монте кристо представляете сколько он там натерпелся сколько он там сидел в этом значит тюремном заточении и только об одном он думал как наказать своих обидчиков поэтому уважаемые друзья никогда никого не обижайте вы можете вызвать на себя колоссальный гнев тех кого вы обидели ну а те кто обижаются они причиняют себе еще больший разрушительный такой момент который вот в психоанализе даже четко очень формируется как такой психосоматический компонент психоаналитики считают что люди которые имеют обиду они в психоаналитическом смысле наносят вред своей именно сердечно-сосудистой системе то есть обиженные люди люди которые несут в себе обиду они чаще всего страдает именно сердечно-сосудистыми заболеваниями то есть это инфаркт это гипертония это какие-то тяжелые катастрофы кончающиеся инсультом кровезлиянием в мозг и поэтому обижаться небезопасно ну и третий момент о котором мы тоже будем говорить что блокирует вашу искренность высказывание мысли чувств это страх когда в семье деспот когда он творит все что ему не вздумается когда он кричит топает ногами разговаривает исключительно матом постоянно доминирует чего-то там продавливает какие-то свои идеи установки все вокруг боятся этого человека и они находятся в таком вынужденном состоянии они все время выполняют волю деспота это самодур который есть в семье и в общем уважаемые друзья вы в плену в самом настоящем плену потому что вашим мнением вашими мыслями никто не интересуется и глупо было бы их вообще сообщать этому человеку его интересует только он сам такие самодуры и деспоты они как правило являются выраженными нарциссами которые интересуются только собственной личностью своими интересами они доминируют они постоянно доминируют над всеми из вся это их цель жизни нести насильственным образом свои идеи мысли и чувства ваши идеи и чувства не вписываются его концепцию жизни даже если они хорошие правильные правильные не только он один и вот в этой ситуации страх выражать свои мысли и чувства особенно если они отличаются от концепции этого деспота они блокируют у человека способность говорить откровенно и вот эти вещи которые мы перечислили разочарование обида и страх являются блокаторами искреннего нормального человеческого общения и выражения своих мыслей и чувств а теперь перейдем к самому главному вопросу русскому что делать всю жизнь мы бьемся над этим вопросом что делать и тут уважаемые друзья никаких схем не существует я занимаюсь 30 лет одним и тем же уважаемые друзья ко мне приходят люди они все время рассказывают о своих бедах о своих проблемах они просят совета но я не знаю что им сказать не потому что я не знаю потому что я много чего знаю но где гарантия того что мой совет будет удачным для этого человека все индивидуальные все семьи разные каждый человек глубоко индивидуальный и вот я своими грязными шаловливыми лучом к ручонками начну влезать в жизнь людей ну например ко мне приходят люди которые живут в таких искусственных отношениях когда нет законного брака но есть как бы отношения по соглашению как правило это молодая красивая умная интересная девушка и какой-то мужчина как правило старше но находящийся в браке занимающий определенную социальную какую-то материальную жизненную позицию но не желающий ничего менять а отношения с этой девушкой ему важны как отдушина потому что здесь его чувства и мысли но законного брака нет и быть не может девушка если она окончательно не глупо она понимает это как правило она живет в каком-то снимаемом для нее хорошем порою жилье это может быть квартира собственная которую ей дарят или допустим какие-то апартаменты которые снимаются для нее машина которая у нее есть в распоряжении от этого мужчины и в общем жизнь она экономически обеспечена и финансово и по всем параметрам но женщина четко понимает что эти отношения до какой-то поры до времени и они вот просто есть сейчас удобные и они живут в этом соглашении конечно если есть понимание этих ролевых позиций то это самый вечный брак даже если он не скажем там закон также скажем в браке в законном когда женщина соглашается с тем что мужчина добытчик она не работает ухаживает скажем за детьми но он поскольку добытчик единственный кормилица она ему делегирует права над своим как говорится мозгом над своими мыслями и чувствами пожалуйста делай с моей головой все что ты хочешь и с моим телом тоже то есть она позволяет это насилие над собою но она за это имеет плату в материальное содержание воспитание детей и так далее то есть опять таки это брак по соглашению он дисгармоничны естественно но люди знают за что они терпят и что они получают за это когда человек соглашается со своей позиции то это менее как бы травматично человек четко понимает да я здесь и вот я поэтому здесь и я за это здесь и мне за это будет или не будет то там хуже всего уважаемые друзья когда человек находится во внутренней борьбе когда принятия ситуации не происходит то внутренняя борьба она и порождает этот нудрить внутри личностный конфликт и порождает эти три вещи страх разочарование и обиду вы определитесь уважаемые друзья или вам этот союз это ситуация выгодно по каким-то ситуациям вы смиритесь с этим примите эту ситуацию и живете в рамках этой ситуации без внутри личностного конфликта или вы пожалуйста сделайте решение какое-то для себя главное и поступите в соответствии с этим решением ведь говорят что все что происходит все что чем-то обусловлено что с нами в жизни происходит это в силу того что мы с этим соглашаемся то есть если на нас матом ругаются значит мы на это соглашаемся если на мужчина ваш пьет а вы вечерами сидите одна может ждете его или уже не ждете это мы соглашаемся с этим если ваша жена располнила невозможно и уже не выглядит так как вы ее встретили когда-то в первый день вашей встречи это мы соглашаемся на это если наши дети залезли нам буквально на шею ножки свесили это мы соглашаемся с этим если наши родители и руки и ноги уже засунули в нашу собственную семью если нам уже 37 лет или там 45 а наши родители все еще нам рассказывают чего надо чего не надо это мы соглашаемся с этим и уважаемые друзья вы пожалуйста поймите это если вы сознательно это делаете у вас нет внутроличного конфликта то все нормально а если вы это делаете страдаете вы убьете себя и может быть убьете еще своего близкого человека поэтому если по каким-то вашим представлением о жизни а помните с чего я начал наш рассказ что к 30 35 годам у каждого человека система ценности как пирамида хеопса уже сформирована она никакими дуновениями ветерка извне не колышется и если ваши какие-то представления о жизни идут в категорический разрез с тем что вы видите в своей личной жизни и в жизни окружающих вас людей принимайте решение пусть она будет очень болезненная но вы спасете себя если ваш конформизм позволяет вам каким-то образом уживаться в этой ситуации играть какую-то роль но не страдать при этом вы понимаете о зато у меня есть мутоновая шуба или норковая зато у меня есть свой автомобиль у меня есть здесь жить ну пусть этот придурок поорет но я знаю что он мне за это заплатит если вы циничным образом вот так воспринимаете ситуацию то как говорится слава богу самое страшное когда у человека возникает внутри личностный конфликт потому что внутри личный конфликт это мина задействовано замедленного действия это как тот гнойник о котором я рассказывал это как реальная мина которая взрывается и всех накрывает вокруг поэтому главное быть в ладу самим собой и окружающим миром примите решение решение можете принять только вы сами ничто не может вас подвигнуть к принятию решение из моей головы мысли не перекочуют ваши головки потому что вы уважаемые друзья индивидуальные личности все я лишь только могу предположить чтобы я сделал на вашем месте но не слушайте меня ни в коем случае потому что это только мои мысли у меня своя пирамида которая тоже не двигается а ваша пирамида это ваша пирамида но если бы я оказался в такой ситуации которая является для меня значимой вот ну вот что-то в моем близком кругу окружения происходит допустим ну сошел с ума там какой-то мой близкий родственник по моему мнению сошел с ума не в прямом смысле говорит какую-то ерунду делает какую-то ерунду я все-таки глубоко убежден что разубеждению не поддаются вот такие ошибки мышления я бы прибегнул к методу так называемой осознанности это очень модный такой термин сейчас осознанность она идет из восточных практик это в основном такие буддистские монахи практикуют когда люди медитируют и они вот наблюдают за миром и в их понимании осознанность это смотреть и видеть слушать и слышать чувствовать и ощущать но без какого-то оценочного суждения это просто осознанность мира ты его воспринимаешь просто как явление ты не впускаешь его внутрь себя ты как сторонний наблюдатель просто наблюдаешь за всем этим и понимаю что вот это это вода мокрая снег холодный солнце жарко и все ты просто констатируешь факт это есть осознанность и такое несколько сторонние наблюдения за миром вот эта осознанность очень помогает сберечь себя свои мысли чувства и может быть выражать их открыто наедине с самим собою подумайте об этом с вами был врач психотерапевт гужагин виктор владимирович из майами и спасибо за ваше внимание если у вас есть какой-то личный вопрос и вы хотели бы наедине со мной обсудить я всегда к вашим услугам или личный прием или пускай по ватсап всегда можете связаться со своим личным врачом-психотерапевт всего доброго